Всем привет, с вами Юмилия. В последнее время мне на стримах начали писать Юля. Тут есть теории по Metal Family. Не хочешь ли ты узнать спойлеры? Так вот, я решила посмотреть ролик на ютубе на эту тему. Называется этот видос «Маньяк преследует Ди». И превьюшка, между прочим, довольно-таки интересная. Меня это немножко настораживает, поэтому давайте чекнем и узнаем, в чем же все-таки вся суть. И немножко, возможно, себе заспойлерим. Видео присутствует спойлеры. Обычно я спойлеры не люблю, но здесь это довольно-таки интересно, угадают ли зрители, что будет дальше в Metal Family или же нет. И кто знает, может быть сейчас этот парень, который сделал эту теорию, окажется неправ, а может быть прав. Короче, погнали. Приветствую всех любителей Metal Family. Первая серия второго сезона уже вышла. Если не смотрели мой обзор на нее, то обязательно исправьте это. Данный эпизод сосредотачивается на истории Ди. И сегодня я предлагаю вам обсудить кое-что крайне интересное, связанное с этим персонажем. Так что ставьте лайк этому видео, дабы я понял, что вас интересует тема Metal Family на моем канале. Подписывайтесь на канал с колокольчиком на все уведомления, чтобы не пропустить еще кучу видосов по этому и другим мультам. Берите горячий шоколад с печеньем, а я начинаю. Помимо клипа, рассказывающего историю знакомства Глэма и Вики и основных серий мультсериала, авторы развивают свою вселенную еще кучей других способов. Например, они выпустили комикс, повествующий о событиях, приключившихся с Глэмом и Чесом в молодости. Также существует официальный инстаграм Хэви, в котором он публикует разные фотографии и делится новостями из жизни семьи металлистов. К слову, именно благодаря инстаграму Хэви можно было понять, почему знакомый Ди по переписке интересуется состоянием его зуба в первой серии второго сезона. Ну и наконец, у одного из авторов мульта есть свой канал, на котором публикуется различный контент, связанный с мультсериалом или с жизнью его создателей. Так вот, там же есть несколько роликов, в которых персонажи Мэттл Фэмили отвечают на вопросы фанатов. Причем такие ролики сделаны не как какое-то слайд-шоу с зачитыванием вопросов авторами, а как полноценные, без преувеличений серии мультсериала, с анимацией, озвучкой и всем прочим. Если вы еще не видели, то настоятельно рекомендую ознакомиться. И в одном из таких выпусков, в котором на вопросы отвечал Ди, мы могли заметить кое-что странное. Когда Ди закончил отвечать и отправился разбираться с проблемами, возникшими из-за заказанной пиццы, нам на мгновение открывается вид на задний двор семьи. И в этот момент мы можем заметить некоего загадочного персонажа со светящимися глазами, который выглядывает из-за забора. Но как только Ди уходит с подоконника, данная загадочная фигура также скрывается. Что можно сказать про этого непонятного незнакомца? Да на самом деле не особо-то и много. Есть два очевидных факта. Первый, светящиеся глаза, это однозначно бликующие окуляры очков. И второй, создатели не стали бы изображать данного человека, если бы он не играл какой-то роли в дальнейшем развитии истории. Таким образом, у нас есть некий персонаж в очках, который должен появиться в дальнейшем и который зачем-то следит за Ди. Теперь переходим к первой серии второго сезона. Начало серии демонстрирует нам утро семейства. Хэви убегает в школу, Глэм готовит завтрак, а Вики проснулась, судя по всему, после очередного вечера в баре. Ди, в свою очередь, читает новости на своем телефоне. В новостях мы можем заметить статьи о неотступающей жаре и новом альбоме какой-то группы. Но нам важно не это, а новость, в которой говорится о том, что было найдено тип... Вон, восьмая жертва. ...тело восьмой жертвы маньяка. То есть мы можем понять, что в городе, где проживает семья металлистов, уже продолжительное время орудует убийца. Аж восемь человек уже успел ликвидировать. Это значит, что он действительно знает свое дело. Раз успел отправить на тот свет уже столько человек и до сих пор не был пойман. А знаете, в чем прикол? Во второй серии, как я понимаю, этот видосик вышел... Ну да, когда второй серии еще не было, когда Лив и Ди разговаривали, там на фоне было объявление. Надо вот обязательно чекнуть будет его, когда смотрим с вами этот видос. Хотя, с другой стороны, кто сказал, что он не пойман? Может, я... Кто знает, вдруг там человек в очках изображал. Его уже арестовали, а тела до сих пор ищут. Ладно, давайте отталкиваться от той версии, что этот преступник все еще на свободе. Ну, если там человек в очках, то все начинает сходиться. Восемь жертв, и тот, кто следил за Ди, и еще объявление, так все... Теперь давайте я отвечу на вопрос, который вы мне хотите задать. К чему я вам все это рассказал? Чтобы поделиться с вами теорией, которую сгенерировал мой больной с ПГСом разум. Что если маньяк, которого до сих пор не поймали, и тот загадочный незнакомец, что следил за Ди в ответах на вопросы, это один и тот же персонаж? Что если Ди, это его следующая жертва? Я понимаю, что это, скорее всего, звучит бредово, но смотрите сами. Тот незнакомец однозначно следил за Ди. Он стоял за забором и наблюдал за тем, как тот сидит на подоконнике и отвечает на вопросы. И исчез оттуда сразу после того, как Ди отошел от окна. И после этого, в новой серии, мы узнаем, что по городу шастает жуткий человек и убивает людей направо и налево. Быть может, это все просто совпадение, и я делаю из мухи слона. А может быть, в будущих сериях Ди столкнется с этим убийцей лицом к лицу. И еще кое-что. Большая часть фанатов Мэттл Фэмили думает, что Ди переписывается с той девочкой из серии Квест. Я, в принципе, тоже так считаю. Но что, если это совершенно не так? Из-за аватарки этого интернет-знакомого скрывается тот самый маньяк. Что если он... Ну, насчет аватарки интернет-знакомого, мы это все с вами узнали во второй серии. ...следит за Ди уже продолжительное время, и в курсе большинства событий, происходящих в его жизни. Именно благодаря своей слежке он знает, что у Ди появилась крыса. И потому указывает в переписке, что ему нравятся именно черные. Давайте после просмотра этого ролика посмотрим вторую серию. А благодаря тому, что переписываются они уже продолжительное время, Ди уже доверяет этому маньяку. И в одной из следующих серий сам отправится прямо к нему в руки. Да шо ж такое, это как-то слишком жестко. Ну, что вы можете сказать? Я понимаю, что того, о чем я тут рассказывал, не случится с вероятностью в 99%, но лично мне было довольно весело строить данную теорию. Как-никак это... Вот, я нашла кадр из второй серии. Там было написано, внимание, розыск. Блин, я просто до этого видела обрывок этого кадра. И сейчас вот вроде кое-как его нашла. Внимание, розыск. И здесь, внимание, также человек с очками и прической чем-то похожей формы лица. Хоть он там был и вдали, и за забором, но все же, мне кажется, схожесть есть. И это максимально стрёмно. Так, насчет человека с аватаркой. Мне кажется, здесь была аватарка Лив. Вот, вот, вот где-то тут. Где? Давай. Это ведь ты. Вот! То есть, эту часть его теории уже опровергли во второй серии Metal Family. И нам с вами сразу стало ясно, что переписывался он все-таки с ней. Потому что аватарка один в один. Это было довольно интересно. Если вы знаете еще какие-то ролики, связанные с теориями по Metal Family, можете написать их название в комментариях, я их посмотрю. Если вдруг вы знаете еще видосики с теориями по Metal Family, обязательно пишите их название в комментариях. Ну и кроме того, если у вас самих есть такие теории, то тоже пишите их туда. Я обязательно прочитаю, потому что эта вся тема довольно-таки интересна. Я не понимаю, каким фигом там появился этот маньяк и зачем, но думаю, что в ближайшем будущем мы с вами об этом узнаем. И реально становится страшно за счет восьми жертв, и за счет того, что мы с вами уже поняли, что это маньячела, так еще он следит из-за Ди.